Всем привет, дорогие друзья! Сегодня третий день нашего путешествия, и мы остановились в городе Касимов, Лизанской области. Вот сейчас пошли на пешеходную экскурсию, а дальше в обед возвращаемся на теплоход, и будут активности на теплоходе. А затем уже до Нижнего Новгорода, и здесь на набережной, есть такой очень небольшой скромный особнячок двухэтажный, который занимал когда-то Александр Викулевич Качков, судовладелец, который имел судовер, судоремонтный завод, и у него было множество грузовых и пассажирских пароходов, успешно конкурировал с Нижнегородским пароходством. Но деньги свои, средства он вкладывал только в приобретение судов, и никогда не было у него никакой роскоши. И когда в 18-м году комиссары пришли с требованием дать ключи от голодных запасов, он бросил им на стол связку ключей. Вот наш теплоход, а мы идем прямо по набережной города Касимов, Лизанской области. Вот такие интересные ворота с двуглавым орлером. Двухэтажные особняки стоят. Я оторвалась от нашей группы. Когда-то в нашем городе, а не когда-то, я вам прям тот следак назову, 1771 год, 1844 год, это даты рождения Ивана Сергеевича Кагина. Фамилию я вам уже называла, да? Купец Кагин. Это его прадед, он строил Богоявленский храм, второй вверх по течению. Так вот, Иван Кагин, это наш архитектор, архитектор нашего города, который ни разу не выезжал из Касимова, который не заканчивал никаких профессиональных учебных заведений, ни школ, ни университетов. Но ему было даровано Николаем Первым специальное разрешение строить в городе так, как он желает, по его разумению. Прямо рукой подать. Очень бесно. Вот на этом храме очень необычный крест. Значает крест Царская корона в честь того, что здесь когда-то останавливался Иван Грозный. В городе Гатчины он в архиве дяди своего работал, и ему очень понравился незаконченный, незавершенный. Вот здесь прям осень. Здесь рассыпались. В сквере. Дело в том, что когда-то через наш город шел широкий тракт из Поволжских степей в Москву, гнали по этому тракту табуны коней на продажу. Наши косимовцы мир не терялись и отбирали в себя самых сильных, самых выносливых, самых быстрых коней и занимались извозным промыслом. Очень ценились косимовские ямщики. Говорили еще и не только за их профессиональную особенность, но еще и за то, что они были честны в своем деле. И говорили, что косимовскому ямщику можно было доверять. Сколько взял, столько и привез. По дороге нигде не растерял. Иван Грозный даровал им охранную грамоту, в которой он писал, «Я освобождаю ямщиков Косимова от всех податей и налогов, но без умасти государеву извозную повинность». И вот многие из них работали очень честно и в любую погоду перевозили грузы, почту, людей. Один из них, Федор Скорняков, уехал в Петербург и заслужился там до звания летучей императрицы Елизаветы Петровны. Она его очень ценила за то, что он никогда никому не рассказывал, куда он совершал путешествия с императрицей, с кем они встречались, чем занимались и так далее. Говорили, что Скорняков был немой. На самом деле он был не немой, он прекрасно знал, что не надо рассказывать то, что было. И держал язык за зубами. За это его очень уважала Елизавета Петровна. И все самые свои тайные выезды она совершала только с ним. Но когда он уже решил отойти от дворцовых интриг, уехать в Касимов на свою родину, она поняла его желание, щедро одарила деньгами, пожаловала ему дворянский титул. У него был свой герб – конь в каретном уборе. Приехав сюда, Скорняков очень удачно распорядился деньгами, пожалованными императрицей, открыл свое дело купеческое, его приумножили, это дело, сыновья и племянники. И один из них стал купеческим старостой. Это очень-очень такая высокая должность по тем временам была. А в 16 километрах отсюда у нас находится поселок Гусь-Железный. Это бывшие чугунолитейные цитадели Андрея Баташова. Братья Иван и Андрей Баташовы были весьма крупными предпринимателями. В пяти губерниях они владели 18 заводами, 14 из которых они построили сами. Эти заводы были чугунолитейные, металлургические, они были оборонного значения, как говорят сейчас. Россия в то время вела многочисленные войны, и Баташовы были чуть ли не первыми и чуть ли не единственными главными поставщиками оружия для Российской империи. Неограниченная власть в этих пяти губерниях, сменить артиллерии или губернаторов для них ничего не стоило. Огромные средства, все было у них, не было дворянского титула. И начали они думать, как им приобрести дворянский титул, потому что вышел царский указ, по которому земли продавались только дворянам. Ну, а им эти земли были необходимы для того, чтобы строить дальше эти заводы. Ну, вот, один из Скорняковых, который не потерял связи при дворе, помог Андрею и Ивану приобрести дворянский титул. За это Андрей Баташов выстроил вот такой вот особняк в семье Скорняковых. Сейчас это обычный живой дом. Купец Муромца подарил своей жене первую годовщину браке Сочетания. Вот, кстати, Гагин очень любил вот эти вот, либо скошенные грани, либо вот эти вот круглые ротонды. Муромца, первую годовщину браке Сочетания, она отдала это доходание в городе, где была женский классический дом. Фонарико-балкона. Господи, вконтакте, выключение. Полчина! Вот, интересно! Да, Лариса Анатольевна! Лариса Анатольевна, вконтакте! Открывала, родители! Открывалась так. Чем больше муж любит мою жену, тем красивее он в своем наличнике. Чем больше муж любит свою жену, тем красивее он сделает наличники. Подслушана у экскурсовода из другой группы. Какая красота! Такие крупные георгины. Сейчас огонь. Очень красиво. Тем красивым красиво. Ну надо же. Огонь. И вот бедные люди, которые себе таких украшений не могли позволить, в первую очередь... Царица Казани из Суленибики. Она должна была стать женой Шаха Алихана. Вот ее памятник здесь стоит. Вообще татары не делают изображение своих исторических лиц. Не изображают ни картины, ни памятники не ставят. Но в Касимове стоит памятник в Суленибике. Это такский хан какой, с короткими ножками. Красивый, необычный домик. Кстати говоря, продается. Очень красиво. Под березками стоит, под велины. Назад возвращаемся своим ходом. Прямо по курсу гостиницы Касимов. Старый дом. Практически на каждом старом доме есть наличники. Идем по березовой реке. Мы зашли в кафе Татарская сказка. Это на кафе. Здравствуйте. Покушаем? Нет. Нам кофе. Кофе сладенькое. И что-нибудь кофе. Вкусняшка. Без молока. Без молока. Без молока. Без молока. Без молока. Один такой. Один такой. Один такой. И парочку. Хорошо. Лев. Яhum. Подсесы. Подсесы. Подсосы. Грязь. Без молока. Подсесы. Без младшин. Дальний. Хана, за которого отдали Суэнбеке. Она не хотела за него выходить. Красивый зал какой здесь у меня. Красота. Банкетный, наверное. Очень красивый. Красивый такой. Не такой вот и страшный, как вы отставали. Нам говорили, что Хан очень страшный. Здесь он красивый. Это кафе в центре города Костинок. Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо большое. Благодарю. Спасибо. 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 Быстро отчаяния от пристани, что я даже не успела снять этот момент. Все, углубаем из Косимова. Попробуем. Спасибо. Мы разворачиваемся, мы туда пойдем. Какой грунтый у нас, теплоход Бородино. На обед нас зовут. Ля-лям, пам-пам, ля-лям, пам-пам. Туристы, туристы, уже пора обедать. Тили-тили проливали, а в салонах ресторанов вам обед уже подали. Тили-тили проливали, а в салонах ресторанов вам обед уже подали. Уважаемые туристы, работники наших ресторанов приглашают вас на обед. Мы приглашаем вас на обед в наши рестораны Акаи и Олбы. Приятного аппетита! Хорошего дня! Ой, зайка. Не моя зайка. Наступила ночь, светит полная луна. Лунной дорожки не видно, все переосвещено, не видать низги. У меня прилетела регистрация, но интернета нет. И поэтому я не могу нормально запустить новичка. Единственное, что успела отправить письмо на электронную почту, а ватсап у меня не грузит. Ну ничего, завтра все будет нормально. Чуть-чуть с запозданием, все равно новичка запущу. Вот такие дела. И сегодня вообще практически всю вторую половину дня сидели без интернета. Конечно, это большой минус, потому что я толком ни видео не могу залить на YouTube и вообще никуда. Смонтировать могу, а вот залить не могу. Поэтому есть запоздание по видео. Стою вот такая вот в темноте. На улице все-таки прохладно достаточно. Ветер с моря. С моря! С реки. Вот такие дела. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!